Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Можно ли совершать намаз в парламенте? В Кыргызстане разгораются ожесточенные споры по поводу молельных комнат в высших органах государственной власти. Такого трагического здесь нет, чтобы из этого делать какой-то трагедии. В Сирии опять под авиабомбами погибли дети. В содеянном никто не хочет признаваться. Тем временем подрастает целое поколение сирийских детей, которые уже не имеют представления о жизни без войны. Турция и Ирак на грани вооруженного конфликта. Турки ввели танки и пехоты в Иракский Курдистан. Иракцы обещают ответить авиаударами. В случае, если турецкие военные не будут атакованы иракскими ВВС и не покинуть территорию Ирака, то вслед за ними будут войска всех остальных стран. Тень города и город тени. Уникальный театр в Грузии, актеры которого используют для многочасовых представлений только свои руки. Импровизировать особо тут не удается. Потому что если ты импровизируешь, а твой партнер нет, всему конец. Представление провалено. В Кыргызстане общественные организации выступили против так называемых молельных комнат на Масканам в зданиях парламента и правительства. Часть депутатов поддерживает протесты общественности против богослужения на территории законодательного органа и прочих режимных гособъектов. Согласно Конституции Республики, религия отделена от государства. Джебек Бегалиева разбиралась в этом споре. Найти зал для молитв здесь не так-то просто. В темном конце коридора, там где сидят лишь аппаратчики, а значит журналисты здесь не бывают, находится депутатская намаскана. Хотя внутри молельная комната выглядит не хуже настоящей мечети. Комната действительно очень хорошо обставлена. Площадь самого зала для молитв довольно внушительная. Здесь может вместиться весь депутатский корпус и, пожалуй, еще несколько десятков помощников. Всего зал рассчитан на 150-160 человек. Места для отдыха, отдельно для ритуального омовения. Исполнить свой мусульманский долг слуги народа могут не отрываясь от работы. Для тех, кто читает намаз, в Джигарку Кенеши создали хорошие условия. Это хорошо, не надо прерывать работу. Это очень удобно для занятых людей. Не придется и за пяти минут ехать в мечеть. Есть, впрочем, среди народных избранников и те, кто считает, что молиться можно и дома, или у себя в кабинете. В противном случае, предлагает один из самых молодых депутатов, молельные комнаты нужно построить и для представителей других конфессий. Однако большинство парламентариев думают иначе. Я и многие мои коллеги ходят на намаз. Я в этом ничего плохого не вижу. Пусть. Такого трагического здесь нет, чтобы из этого делать какой-то трагедии. Ну, есть, есть, кто молится, им удобно молиться. Это, кстати, уже вторая намаз-кана в Джигарку Кенеши. Прежняя, она намного меньше новой, находится в подвале здания. По пятницам прихожане молились прямо в коридорах. Когда в управделами решили построить еще одну молельню, в обществе снова поднялся вопрос. Все же, насколько в Кыргызстане религия отделена от государства. Здание парламента, это все-таки такой режимный объект. Это как высший законодательный орган. И как-то кажется странным, что там находятся какие-то религиозные объекты. Те, кто совершают какие-то молитвенные обряды, наверное, и тем более в рабочее время, наверное, это неправильно. Для того, чтобы узнать, на какие средства и зачем была построена молельня в здании парламента, юристам коалиции пришлось подать в суд. В итоге, в управделами органы объяснили, что комнаты построили за счет Юсаид и Всемирной молодежной ассамблеи. Примерно такие же помещения для верующих есть и в зданиях других государственных ведомств. Собственную молельную комнату имеет и в правительстве. При этом отдельной штатной единицы для священнослужителей официально нигде нет. В Таджикистане на территории агентства по контролю за наркотиками построена новая печь для гарантированного уничтожения героина и других наркотических веществ. Наша съемочная группа была первой допущена к тестовым испытаниям этой печи. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Власти заявляли, что будет сожжена крупная партия наркотиков. Сколько наркотиков сегодня удалось уничтожить полицейским? Здравствуйте, Динара. Мы сейчас находимся в агентстве по контролю за наркотиками рядом со специальной печью, где проводится сегодня сжигание около 67 килограммов наркотиков. Это и опий сырец, и героин, и наркотики каннабисные группы, и многие другие. Дело в том, что это специальная печь, чья температура граения от 800 до 1200 градусов. Это определенные параметры для уничтожения наркотиков. Все наркотики, которые уничтожаются здесь сегодня, проходят по 18 уголовным делам, по которым было уже вынесено решение суда. Из 66 килограммов 859 граммов наркотиков опий составил более 36 килограммов, героин – 18,5 килограммов, 9 с лишним каннабиса и другие. Все это было ввезено в Таджикистан с территории Афганистана. В общем, за время существования агентства с 1996 года мы уничтожили более 17 тонн наркотических веществ. С начала этого года агентство по контролю за наркотиками уже уничтожило более 600 килограммов наркотических веществ, которые проходили по полутора сотням уголовных дел. Помимо агентства борьбой с незаконным оборотом психотропных препаратов в Таджикистане занимаются МВД и таможенная служба. Всеми этими структурами только за первые 6 месяцев этого года было изъято из оборота более 2,5 тонн наркотиков. 67 килограммов наркотиков – это небольшая партия. Обычно здесь проводится уничтожение до полутонны героина, опия и других наркотических веществ. Дело в том, что это совершенно новая печь, и сотрудники агентства просто решили проверить, как она будет работать. Динара. Спасибо, Анну Шервон. Далее в программе. В Сирии опять под авиабомбами погибли дети. В содеянном никто не хочет признаваться. Тем временем подрастает целое поколение сирийских детей, которые уже не имеют представления о жизни без войны. Турция и Ирак на грани вооруженного конфликта. Турки ввели танки и пехоту в иракский Курдистан. Иракцы обещают ответить авиаударами. В случае, если турецкие военные не будут атакованы иракскими ВВС и не покинут территорию Ирака, то вслед за ними будут войска всех остальных стран. Тимгорода и город Тимми. Уникальный театр в Грузии, актеры которого используют для многочасовых представлений только свои руки. Импровизировать особо тут не удается. Потому что если ты импровизируешь, а твой партнер нет, всему конец. Представление провалено. Обвинение сирийских правительственных войск в адрес американских ВВС пока не нашли своего подтверждения. Речь шла о нанесении авиаударов по военной базе сирийской армии в провинции Дейр-Эс-Зор. Зато выяснилось, что помимо американцев, некие цели в этой западной сирийской провинции атаковали и российские самолеты. Агентство Reuters сегодня опубликовало видео с последствиями авиаударов. Вы видите кадры, которые, как утверждают в соцсетях авторы этого видео, были сделаны спустя несколько минут после попадания авиабомб в эти жилые дома. Неизвестно, чьи именно самолеты бомбили эти населенные пункты. Как утверждают американцы, их авиация наносила удары по нефтяным вышкам ИГИЛ, которые находились в пустыне. А российские военные говорят, что они разбомбили в Дейр-Эс-Зоре командные пункты террористов. ВВС других стран, которые проводили бомбежки в этом сирийском регионе, никаких комментариев пока не предоставили. Продолжается скандал между Ираком и Турцией, связанный с захватом турецкими войсками плацдарма в районе североиракского города Масул. Напомним, что несколько дней назад 25 турецких танков и 200 спецназовцев отбили позиции у боевиков Исламского государства в 20 километрах от Масула. Это вызвало резкие протесты иракского правительства. Город Масул, в окрестностях которого укрепляются сейчас турецкие войска, находится под контролем ИГИЛ почти полтора года. Этот крупный иракский город, до этого бывшая неофициальная столица иракского Курдистана, сейчас является хорошо укрепленной базой террористов. И именно здесь и был провозглашен так называемый халифат, а курды были изгнаны. Турция утверждает, что проводя операции в окрестностях Масула, они действуют по согласованию с другими членами антитеррористической коалиции. Между тем, правительство Ирака, которое давно потеряло контроль над Масулом и его окрестностями, предъявило Турции ультиматум и грозит обратиться за поддержкой к международному сообществу и, в частности, к Соединенным Штатам. Мы дали Турции 48 часов на вывод войск из Ирака. Этот срок заканчивается во вторник вечером. Если войска не будут выведены, конфликт обострится, и мы будем искать поддержки у международных организаций, совбеза ООН и мирового сообщества в целом. Некоторые шрицкие иракские политики выступают за более радикальные действия по отношению к туркам. В случае, если турецкие военные не будут атакованы иракскими ВВС и не покинут территорию Ирака, то вслед за ними придут войска всех остальных стран. В свою очередь, турецкие власти заявляют, что об оккупации иракской территории речи не идет, а их танки и пехота находятся под Масулом исключительно с целью военной подготовки местных ополченцев, которые сражаются с ИГИЛ. Мы знаем, что многие страны, в том числе Нидерланды, Франция и Германия, тренируют иракских добровольцев в этом регионе. Турции также было предложено принять участие. Турция там находится для того, чтобы тренировать иракские войска воевать против терроризма. Но правительство Ирака стало излишне чувствительным к этому вопросу. Я считаю, что они изменят свою позицию после получения письма от нашего премьер-министра и после того, как министры двух стран проведут встречи. Премьер-министр Турции Ахмед Давутаглу считает, что Ирак против турок настраивает кто-то третий, и турки из Ирака не уйдут. Наше сотрудничество и солидарность с Ираком, страной, которая переживает очень тяжелые времена, направлены на устранение терроризма. Те, кто неправильно истолковывает наши действия, занимаются намеренной провокацией. Мы обучаем наших иракских братьев воевать против ИГИЛ в нескольких лагерях. И мы будем делать это постоянно. А президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сегодня выступил с инициативой создать так называемые международные зоны безопасности на севере Сирии, где преимущественно живут этнические турки. Со слов Эрдогана, на территории Турции уже сейчас находятся больше двух миллионов беженцев из Сирии. И если зоны безопасности не будут созданы, из северных сирийских провинций в Турцию хлынет новый поток беженцев, и их количество оценивается еще в 2,5 миллиона человек. Кто именно и какими силами будет создавать и контролировать эти зоны, Эрдоган не пояснил. Однако известно, что еще в июне он предлагал своим военным оккупировать часть сирийских провинций, но генштаб Турции ответил ему отказом. Российского посла снова вызвали в МИД Турции. На этот раз после провокации в Босфоре. Как сообщает телеканал CNN Turk, в СМИ была опубликована фотография военнослужащего с зенитно-ракетным комплексом на палубе российского десантного корабля «Цезарькуников», проходившего через залив. В Стамбульском порту в это время стояли корабли НАТО. Турецкие власти назвали произошедшее провокацией, отметив, что дадут соответствующий ответ, если воспримут ситуацию как угрожающую. ПЗРК, который держал на плече российский десантник, способен уничтожить любой самолет на высоте до 3 километров. Вы видите, как кортеж посла Российской Федерации на большой скорости въезжает на территорию турецкого внешнеполитического ведомства. Он буквально промчался мимо журналистов, которые уже ожидали российских дипломатов у ворот турецкого МИДа. МИД России информацию о вызове посла в дипломатическое ведомство Турции пока не комментирует. Также нет никаких комментариев и по поводу фотографии российского военнослужащего с ранцевой ракетой на плече посреди Босфора. В Германии начались испытания бомбардировщиков Торнадо, которые должны отправиться в Сирию для участия в боевых действиях против ИГИЛ. Напомним, что на прошлой неделе Бундестаг одобрил отправку в Сирию довольно крупного воинского контингента. Вместе с несколькими десятками самолетов Торнадо туда же поедут 1200 немецких солдат и офицеров, а также военные корабли. Германское командование пока не сообщает, в каком именно месте Сирии будет дислоцирован этот экспедиционный корпус. Говорится только о том, что немецкие войска окажут поддержку французскому авианосцу Шарль де Голь. О реакции сирийских властей не сообщается. Эксперты ООН считают, что целое поколение сирийских детей вырастет в условиях непрекращающейся гражданской войны. Наш корреспондент Шахида Яку провела несколько дней, наблюдая за сирийскими детьми и подростками из лагерей беженцев на сирийско-турецкой границе. Об этом ее специальный репортаж. Прогуливаясь по шумным улицам турецкого Газиантепа, трудно представить себе, что всего в 100 километрах отсюда идет война. Через границу сирийские Алеппо, эпицентры ожесточенных боев. Беженцы оттуда составляют большую часть сирийцев Газиантепа. Здесь очень много беженцев, детей. Люди убегают из сирии целыми семьями. Семьи обычно очень большие. Мне сказали, что здесь собираются самые обездоленные дети, самые нищие. Я хочу узнать, что они делают, как они выживают. Эта парочка привлекла мое внимание сразу. Шли они очень быстро и цареустремленно. Еле догнали около этой мусорки. Оказалось, что маленькому Усаму 5 лет, а Мухаммаду 16. В Алеппо была война. Пришла оппозиция. Сражались асадовские войска. А чем ты занимаешься в Турции? Где-то работаешь? Собираю пластик. Надо пластик. Каждый день? Да. Сирийских детей школьного возраста в Газиантепе по подсчетам турецких властей более 80 тысяч. В городе есть сирийские школы, но их не хватает. И многие дети оказываются на улице, зарабатывая на жизнь. Попросила написать свое имя. Написал свое имя, имя своего брата, гайотного. А имя вот этого малыша написать он уже не мог. Потому что ни разу в школу не ходил. И считать он тоже не умеет. Я попросила детей показать мне, где они живут. Газиантеп большой город. Только беженцев здесь около 350 тысяч. Дети целый день проводят на улице, подрабатывают. Так и научились по-турецки говорить. Как и любой большой город, Газиантеп открывает большие возможности, но и риск для незащищенных детей тоже большой. Я беспокоюсь, когда сын идет работать. Не знаю, что с ним может произойти. Нам совсем никто не помогает. Нет никакой поддержки. Благодаря детям сводим концы с концами. Турецкие власти не разрешают сирийским беженцам работать. Обосновано это тем, что в стране и так растет безработица. А сирийцы могут составить конкуренцию местным туркам. Работать разрешается только сирийским врачам, учителям и административным персоналом в лагерях беженцев. Заработать нереально тяжело. Иначе мы никогда не позволили бы работать этим детям. Но нам нужно платить аренду и по счетам, за воду, электричество, еду. Нам это кое-как удается. Семья Хусейн убежала из Алеппо полтора года назад, оставив по ту сторону границы все. У нас была обычная, достойная жизнь. Нас все устраивало. У нас был дом, у меня была работа. Дети ходили в школу. Жаловаться было не на что. ИГИЛ запретил почти все, что можно было запретить. Я испытал это на себе, пока жил в Альхайдарии. Курение было запрещено. За это отрубали голову. Запрещено. Женщины были обязаны быть полностью закрытыми. Интенсивные обстрелы вынудили нас защищать наших детей. Мы не могли их не эвакуировать из-под обстрелов. Мы взяли машину в прокат и уехали на рассвете. Все свои вещи мы оставили дома и уехали в том, что было на нас. Из восьмерых детей в семье работают четверо. Двенадцатилетняя мальч подрабатывает фасовщицей в текстильном цехе. Скучает по своей школе в Алеппо, где она, по словам родителей, была отличницей. Джамиля отправляет на работу детей подвое. На тот случай, если с одним что-то стучится, второй сможет добежать до дома и сообщить родителям. Никакого другого способа проконтролировать детей пока не работают. У нее нет. Мобильных телефонов не могут себе позволить. Недавно турецкие власти развернули кампанию по отлавливанию сирийцев, которые собирали мусор или попрошайничали. Их ловили и отправляли в лагеря для беженцев. Мы боялись, что детей тоже поймают. Поэтому оставили их дома. В 6.30 утра Томих и Хусейн уже собираются на работу. Нехитрый завтрак, хлеб и варенье. И вперед в поисках пластиковых бутылок. Город только просыпается. Мусор убирают или поздно ночью, или с самого раннего утра. И поэтому первую находку у моей героя обнаружили только через полчаса. Побродив с ребятами около двух часов, мы решили расстаться. Присутствие людей с камеры привлекает нежелательное внимание прохожих. И чтобы не мешать Мухаммаду и Весаму работать, мы решили встретиться в конце их рабочего дня. Нам только что позвонил отец мальчику и сказал, что старшего Мухаммеда арестовала в больнице. Маленьку удалось убежать, и он сказал сам родителям то, что произошло. Мы сейчас пытаемся проехать в полицию, и на текущий ему арестовал Мухаммеда, и что с ним будет дальше. Полицейский участок наша съемочная группа пройти не смогла. Наш турецкий гид Гюльданай предупредила, что это может только навредить Мухаммеду. Так что пока она разбиралась с полицией, нам пришлось в нервном ожидании остаться в машине. И вот, наконец. Наш гид сделал невозможное. Если бы мы не пришли, то Мухаммеда отправили бы в лагерь беженцев. Так как власти Газиан-Теба защищают город от бродягов и прошаек, в категорию которых, по мнению, входят дети, подбирающие пластиковые бутылки. Отец Мухаммеда по телефону сказал нам, чтобы на поиски сына бросилась мать. Без мобильного телефона, без знания турецкого языка, она побежала на то место, где был задержан ее сын. Там мы ее и ждали. Хватит. Будешь сидеть дома. Никуда тебя не пущу. Посмотри на своего брата. Ты знаешь, как он плакал. Ты знаешь, сколько ему пришлось пройти, чтобы вернуться домой. Он мог потеряться. Это же так далеко. Наконец-то оказавшись дома, Мухаммед уже немного пришедший в себя, готов рассказать, что с ним произошло. Ничего страшного не произошло. Полиция арестовала меня за то, что я рылся в мусоре. И все. Полицейский прятался за машиной. Я видел его. Я сказал брату, он прячется за машиной. Я схватил мешок с бутылками и побежал, чтобы было сил. Но меня схватили. Мне удалось убежать, но я увидел, как они поймали брата. Он плакал. Я вернулся и попросил отпустить его. Полицейский сказал ему уходить, но он не хотел уходить без мешка. Нет. Он кричит на меня и слиял, успокаивая сестру, когда она плачет. Но Джамиля, которая в течение трех часов искала своего сына, прекрасно отдает себе отчет о том, где мог бы оказаться Мухаммед. Такие случаи уже происходили с их знакомыми. Полиция могла выслать их куда угодно. Мы бы их просто не нашли. Выживание этой семьи, которая зависела в основном от Мухаммеда и Висама, теперь под угрозой. Заработка еще двоих детей, Машди Саддама, не хватит, чтобы прокормить семью. Каждый день мы живем в надежде на то, что сможем вернуться домой, в Сирию. Через неделю, через месяц. Возвратятся они еще не скоро. Война в Сирии продолжается с еще большей интенсивностью. Вопрос статуса сирийских беженцев и разрешения работать Турции тоже не решается. Медцентров и школ не хватает. А пока Мухаммед и Висам будут искать новую работу, чтобы прокормить семью. Шахид Икуб, Ник Стерди, Антон Златых. Настоящее время. В Грузии есть уникальный театр, где актеры для игры используют только руки. Это театр теней Будругана Гагра. Он был создан в 1982 году и воспитал уже три поколения актеров. Здесь ставят не короткие сценки, а целые драматические спектакли. Как игра света и тени может передать глубокие эмоции в репортаже «Рейтер». В зале театра Будругана Гагра в Тбилиси выключают свет. Но на сцену не выходят актеры. На белом экране зрители видят только тени их рук. Под звуки музыки оживают звери, птицы, деревья и люди. В театре говорят, что второго такого коллектива в мире нет. В отличие от театров «Тени Японии» и «Китая» актеры не используют марионеток, только руки. Будругана основал режиссер Гела Канделаки в 1982 году. Изначально он собирался создать передвижной театр марионеток. Слово «Будругана» переводится с грузинского как «небольшая повозка». Но на покупку кукол не хватило денег, и актерам пришлось обходиться руками. Физически это страшно изматывает. Многим актерам очень сложно выразить разнообразные эмоции при помощи глаз, тела, мимики. А здесь, представьте, нужно создать крошечную тень. И, используя только руки, заставить ее выглядеть обиженной, счастливой или взволнованной. Только подумайте, как найти способ выразить все эти эмоции. Актеры театра возрождают древнее искусство игры со светом и тенью. Член труппы, студент из университета Клайпеды в Литве, Мартин Асбуквичус, говорит, что их работа куда сложнее игры в обычном театре теней. Все, кто участвует, допустим, группа из 10 человек, это 20 ладоней. Все эти 20 ладоней должны работать одновременно. Импровизировать особо тут не удается, потому что если ты импровизируешь, а твой партнер нет, всему конец, представление провалено. В театре ставят не короткие сценки или скетчи, а целые драматические спектакли. Изначально большинство актеров были беженцами из Абхазии. Сейчас в нем играет уже третье поколение людей, умеющих движением рук передать чувства, которые многим не под силу объяснить словами. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова